Сразу два серьезных экзамена сдали этим летом талантливые спортсмены оздоровительно-образовательного центра «Дельфин». Евгений Рылов, Александр Подгузов и Александр Босягин не только окончили школу, с успехом написав ЕГЭ, поступили в институт, но и достойно выступили на чемпионате Европы по плаванию среди юниоров, заработав три медали. Подробности в нашем следующем сюжете. В середине июля в городе Дортрихт в Нидерландах состоялся чемпионат Европы по плаванию среди юниоров. В этом году в сборную команды России вошли 39 спортсменов. Московскую область представляли пловцы из Ленинского района. Это у нас первые такие международные соревнования. Было интересно, мы думали, что все нас разорвут, супер соперники, они там нереально здоровенные. Было страшновато, было тяжело справиться, там и мандраж был, и психологическое давление. Конечно, в другой стране и очень как-то тяжело, все такие нации собрались. И все борются же на победу только. 42 страны. С каждой страны это самые сильные, сильнейшие. Попадают на Европу сильнейшие. А мы немножко растерялись. И ребята растерялись. Потому что не ожидали. По восемь заплывов надо было... Ой, нет. Сложно, тяжело. Болели мы, конечно, каждый божий день. Именно благодаря такой поддержке, участию каждого в общем деле, ребята показали достойные результаты. Евгений Рылов принес сборной России два золота в основной эстафете и миксе. На счету Жени и бронзовая медаль в 100 метровке на спине. На этой дистанции спортсмен установил новый юношеский рекорд России – 54,46 секунды. Сейчас Евгений готовится к Олимпийским играм юниоров, которые состоятся в Китае уже в августе. Сложные будут соревнования, тяжелые будут соревнования. Он не только должен на спине проплыть, он и должен всеми видами владеть. То есть так вот универсально. Но я вот уверена, и ребята уверены, что медаль будет. Не могу сказать это золото или бронза, но она должна быть, эта медаль. А в сентябре спортсмены-пловцы Ленинского района начнут подготовку к чемпионату России, успешный результат которого станет пропуском на главное соревнование чемпионат мира. Мы будем работать над силой, над техникой, приблизительно над выносливостью, над психологией. Самое главное, то что я понял, это работа над самим собой. Ну, все в голове на самом деле. Надо немного еще поработать, и все получится. Постараемся попахать, и в следующем году выйдет тот результат, который рассчитываем. Достижения талантливых и целеустремленных спортсменов, безусловно, станут стимулом и для начинающих пловцов Центра «Дельфин». Это какая-то планка, которую они должны стремиться брать и завоевать. Потому что наглядный пример того, что работай, трудись, ходи к нам, просто приди к нам, и уже из тебя выйдет хороший спортсмен. Мы в этом уверены, мы для этого работаем. 1 сентября начинается очередной учебный год в оздоровительно-образовательном центре «Дельфин». А с новыми пловцами появятся и новые спортивные надежды. Татьяна Акимова и я, дамя Елена Кошелева, Видное ТВ.